Конечно, хотелось обратиться и попросить, чтобы как можно быстрее этот вопрос решился. Я не знаю, каким образом, какие примутся меры президента, какие он хочет использовать методы, но чтобы это было как можно меньше жертв, быстрее разрешился этот вопрос. Мы выходим на балкон, и это зарево, вот это огнестрельное, оно рядом перед тобой. И в любой момент может упасть в твой дом. Никто от этого не застрахован. Из-за этого многое уезжает людей. Многие остаются, не решаются. Как бы остаются. Ну что будет, то и будет. Нету ясной картины. Наоборот, говорят, что это возможно и год. Даже это продлится. И к чему это проведет вообще страну. Ну лично я сама боевых этих, ни украинских, ни террористов я не видела. Только видно пули, слышны, и видно вот зарево, ну сияние от них, или как это. Что они действительно рядом. Нам посоветовали, вот дали этот номер. Мы воспользовались этим. Доехали мы благополучно. Вас вывезли оттуда? Да, нас вывезли. Люди опасаются, что после инаугурации будет дело намного страшнее, чем есть еще на самом деле. Сейчас, пока. Интернет работает. Телевизор. И русские, и украинские новости смотрим. Сопоставляем. Едем в Киевскую область. Там у меня родные. Там у меня родные. Они нас давно уже звали. Но мы думали, что это недодолго затянется. Пересидим, да и все. Люди хотят мира. Они требуют, просят. Но их никто не слышит. Просто-напросто. Кто их слышит? Каждый остаивает свою позицию. А какая-то позиция, к чему она привезет, в итоге непонятно. Я хочу обратиться и попросить вышестоящего президента даже и тех, кто может этим руководить, чтобы они действительно направили на правильное русло, на переговоры. Ведь можно договориться мирным путем без автомата, без жертвы мирных людей.